Дыры смерти. На улицах городов таинственно исчезают канализационные люки и на их месте появляются опасные ямы. В Кропивницком за одну ночь пропали несколько десятков крышек, а в Черкассах уже есть первые жертвы. Сколько их нужно, чтобы на проблему обратили внимание, выясняли мои коллеги. Только за одну ночь в Кропивницком, в микрорайонах Балашовка и Новониколаевка, исчезли три десятка люков. Мы видим, что, не дай Бог, припадение, дитина, а и взрослая людина может травмироваться очень серьезно. Не лучше ситуации в центре города. На нескольких квадратных метрах сразу четыре открытых колодца. Люки украли еще на прошлой неделе, но ни одно из коммунальных предприятий ничего не предпринимает. З'ясовывались тепловыми службами, кабельными, то есть они отмолились, сказали, что это не их колодец. Пока ищут владельцев колодцев, глубокие ямы закрывают подручными средствами. Специнспекции города насчитали уже с полсотни украденных люков. И каждый день их число только растет. Это видео спасения шестилетнего мальчика, который в минувшую пятницу упал в открытый канализационный колодец в Черкасах. Бабушка с внуком возвращались домой из детсада. На неосвещенном тротуаре ребенок побежал вперед и исчез из поля зрения. Нашли мальчика на дне открытого колодца. Спасти его не удалось. Частный сектор тут недалеко. Частный сектор не доходит. Место трагедии несколько дней спустя. Колодец уже с бетонным люком. По факту смерти ребенка полиция открыла уголовное производство по статье «Служебная халатность». Горисполком и говорят, вероятнее всего люк украли местные бездомные и сдали на металлолом. Но кто должен закрывать опасные ямы, коммунальщики решить до сих пор не могут. Александра показывает смертельную ловушку в своем дворе. Еще с весны она просит всевозможные службы накрыть ее. Но тщетно. Водоканал адресует ЖЭК, а ЖЭК адресует на водоканал. Они не могут разобраться, кто ответственный за этот люк. После трагедии с ребенком жители Черкас на сайте горосполкома начали сбор подписей под петицией о замене металлических люков на композитные. Пластик похитителей металла не интересует. Станислав Кухарчук, Елена Брынза, Павел Тимошенко, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер.